Великобритания будет рада мигрантам из Восточной Европы даже после выхода из ЕС. Такое неожиданное заявление сделал министр по вопросам Брекзита. Раньше правительство не уставало повторять, что собирается сократить поток мигрантов в страну в десятки раз. Чем вызван столь резкий разворот? Светлана Чернецкая из Лондона. Мечты голосовавших за Брекзит рушатся на глазах. Не секрет, что большинство поддержавших выход страны из ЕС свято верили, что мигрантам в одночасье придется покинуть Великобританию. И дверь за ними захлопнется навсегда. Но на самом деле Соединенное Королевство очень нуждается в рабочей силе из-за рубежа. В первую очередь требуются низкоквалифицированные работники в сфере услуги и сельского хозяйства. В разгар летнего сезона на местных фермах трудится 75 тысяч сезонных рабочих. Обычно они приезжают из Болгарии, Румынии и Польши. И если после Брекзита путь в страну им закроют, урожай на полях просто сгниет, предупреждают в Национальном союзе фермеров. А это значит, что страна не сможет прокормить себя. В ходе визита в Таллинн министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис заверил, мигрантам будут рады и после выхода из ЕС. Потому что без них стране попросту не обойтись. По словам чиновника, еще в течение многих лет британцев придется убеждать идти работать в отели, рестораны и на фермы. Об этой ремарке министра правительство решило не упоминать в официальном коммунике. Ведь такое утверждение идет вразрез с обещаниями власти сократить иммиграцию в несколько раз. Не обрадовало правительство и очередное заявление президента Еврокомиссии Юнкера о высокой цене, которую придется заплатить Великобритании за развод с ЕС. Британский народ должен понимать, что скидок за выход из ЕС не будет, как не будет и нулевого счета. Британцы должны уважать свои обязательства. Так что, выражаясь несколько грубо, счет, который мы выставим, будет просто огромным. Такие заявления из Брюсселя не добавляют оптимизма британским властям. Еврокомиссии уже дали понять, что ожидает погашение выплат от Лондона до конца 2023 года. Сумма составит приблизительно 60 миллиардов евро. Эти деньги должны пойти на те проекты и программы, в которых королевство участвовало, будучи частью ЕС. Но пока официальные переговоры по Брекзиту не начались, все это больше напоминает страшилки. Европе и Британии придется искать компромиссы. На то, чтобы утрясти все бракоразводные детали у них есть два года. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.